Кормим детей правильно. Сбалансированное питание от А до Я. Детский организм непрерывно растет и развивается. И чтобы все биологические процессы протекали в нем правильно, важно обеспечить поступление достаточного количества питательных веществ вместе с пищей. Рассмотрим универсальные принципы сбалансированного питания для детей, соблюдая которые вы сможете укрепить здоровье ребенка и удовлетворить потребности растущего организма. Какие продукты стоит включить в детское меню? Ежедневный рацион ребенка должен полностью удовлетворять его потребности в белках, углеводах и жирах, а также витаминах и микроэлементах. Именно поэтому меню должно быть разнообразным и четко спланированным. Белки – строительный материал для всего организма. Пищевые волокна нормализуют работу пищеварительного тракта, помогают формировать каловые массы, сорбируют и выводят метаболиты. Жиры обеспечивают правильное функционирование нервной системы. Витамины и минералы укрепляют иммунитет, помогают предупредить различные болезни. Вода помогает организму очиститься от токсинов, усвоить растворенные питательные вещества. А теперь рассмотрим основные продукты, которые должны присутствовать в меню ребенка. Крупы. Обязательно должны быть в ежедневном меню в виде каш, которые насыщают организм сложными углеводами, витаминами и минералами. Можете предлагать ребенку кукурузную, рисовую, гречневую каши, а также блюда из овсянки и пшена. Мясо. Это основной источник полноценного белка, а также витаминов. В рацион можно включить блюда из нежирных сортов продукта – индейки, кролика, курицы, говядины. Для максимального сохранения всех питательных веществ готовить блюдо лучше на пару или запекать. Оптимальный вариант – рубленное мясо в виде запеканок, котлет, тефтелей. Рыба. Этот продукт должен обязательно присутствовать в рационе ребенка хотя бы 2-3 раза в неделю. Он насытит организм аминокислотами, полиненасыщенными жирами, а также фосфором, железом, фтором. В меню лучше включать нежирные сорта рыбы, готовить на пару или запекать в духовке. Овощи и фрукты. Это источники комплекса витаминов и минералов, а также клетчатки, пищевых волокон и пектина. Употреблять их следует частично в свежем виде, а также использовать для приготовления всевозможных запеканок, супов, компотов, салатов. А чтобы получить максимум пользы, лучше использовать овощи и фрукты по сезону, причем выбирать те, которые произрастают в вашем регионе, а лучше на собственном огороде. Цитрусовые следует давать детям в ограниченном количестве во избежание развития аллергических реакций. Молоко и кисломолочные продукты. Продукты этой группы являются источником легкоусваиваемого кальция, аминокислот, витамина D, молочного сахара, минералов. Молоко, кефир, творог, ряженку, йогурт лучше домашнего приготовления. Необходимо ежедневно включать в рацион ребенка любого возраста. Употреблять их можно как в свежем виде, так и готовить молочные супы, запеканки, сырники. Хлеб. Также является полезным продуктом. Содержит множество витаминов и минералов, необходимых для полноценного функционирования детского организма. Но педиатры рекомендуют знакомить детей с хлебом после года. Детям до 3 лет лучше предлагать бездрожжевой хлеб, поскольку дрожжевые изделия могут спровоцировать повышенное газообразование и расстройство стула. После 3 лет предложите ребенку пшеничный хлеб с отрубями, который является лидером по содержанию витаминов и минеральных веществ. В идеале и детям, и взрослым следует употреблять хлеб, приготовленный самостоятельно. Макароны. Это прекрасный источник сложных углеводов, обеспечивающих энергией. Кроме того, макаронные изделия содержат комплекс минералов, помогающих защитить организм ребенка от различных болезней и укрепить иммунитет. В рацион стоит включать только макароны из твердых сортов пшеницы. Масло. Источник жирных кислот, витаминов А и Е. Для получения пользы достаточно заправить любой салат ложкой этого продукта. В детское меню следует включать наиболее полезные виды масел – оливковое и ниное подсолнечное. Также в рационе ребенка должно присутствовать сливочное масло с жирностью 82,5% до года до 5 граммов в сутки. С года до 3 – 6-10 грамм в сутки. После 3 лет – 15 грамм в сутки. Яйца. Не менее ценные, чем маслоисточник белка и витаминов А, Е, Д. Яйца насыщают организм ребенка лецитином, который необходим для полноценного функционирования нервной системы и правильного кроветворения. Изначально в рацион стоит включать перепелиные яйца. Ближе к трехлетнему возрасту можно вводить куриные. Двух-трех сваренных вкрутую или жареных яиц в неделю вполне достаточно для восполнения необходимых запасов. Принимая во внимание обилие продуктов, рекомендованных к ежедневному употреблению, важно составить меню правильно. И поможет в этом пищевая пирамида. Пищевая пирамида для ребенка. Полезные углеводы – макароны, картофель, цельнозерновые злаки, каши – являются основой рациона ребенка и составляют 40% от всего объема потребляемых в сутки продуктов. Далее идут овощи и фрукты, на которые приходится порядка 35% продуктов. Следующее кольцо пищевой пирамиды – белки, которых должно быть не менее 20% от детского дневного рациона. К белковой пище относят мясо, рыбу, молоко и кисломолочные продукты. Замыкают пищевую пирамиду полезные жиры и сладости. Их в детском рационе должно присутствовать не более 4% от суточного объема пищи. Составление ежедневного меню подразумевает соблюдение правил сбалансированного питания, о которых пойдет речь далее. Принципы ПП для детей. Родителям важно понимать, что правильное питание – это не диета, а грамотно составленное ежедневное меню, обеспечивающее поступление всего комплекса полезных веществ в организм ребенка. При разработке рациона для ребенка на каждый день следует руководствоваться такими правилами. Старайтесь, чтобы ребенок ел не менее 4-5 раз в сутки в одно и то же время, причем как в будние, так и в выходные дни. Калорийность блюд в зависимости от возраста ребенка составляет 1300-1800 килокалорий в сутки. На завтрак приходится примерно 25% килокалорий, на обед – 35-40%, на ужин – 25%, на перекус и полдник – 10-15%. Порции блюд должны быть небольшими, но при этом хорошо утолять голод. Оптимально 250-300 грамм основного блюда, 20-30 грамм хлеба и 200 мл напитка. Следите, чтобы в организм ребенка ежедневно поступало сбалансированное и достаточное количество белков, углеводов и жиров. Включайте в рацион максимально полезную и натуральную пищу. Минимизируйте употребление продуктов с пищевыми добавками, консервантами, красителями. Готовьте блюдо на пару, отваривайте и запекайте, чтобы сохранить в ней максимум пользы. И еще несколько полезных советов, которые помогут составить сбалансированное меню для вашего ребенка. Старайтесь готовить свежую пищу перед каждым ее приемом. Так вам удастся сохранить максимум питательных веществ в продуктах. Покупайте только свежие и качественные продукты. Обязательно обращайте внимание на сроки годности и состав. Не кормите ребенка продуктами с добавлением красителей, пищевых добавок, консервантов. Соблюдайте все циклы технологической обработки продуктов, чтобы сохранить в них максимум витаминов и минералов. Если ребенок посещает дошкольное учреждение, интересуйтесь, что он ел на протяжении дня. Так вы сможете дополнить его рацион недостающими веществами. Особое внимание стоит уделить составлению меню для детей, которые посещают спортивные секции. Из-за повышенных энергетических затрат количество углеводов и белков в их рационе следует увеличить. Не стоит полностью исключать из рациона ребенка сахар, даже если вы сами от него отказались. Глюкоза для детского организма крайне важна, ведь на протяжении дня дети ведут себя очень активно. Из-за дефицита глюкозы у них может развиться гипогликемический синдром, проявляющийся липким потом, раздражительностью, обмороком. Однако помните, что сладкое можно и нужно употреблять в меру. Если ребенок ест мало, не спешите его кормить силой. Если при этом он имеет хорошее самочувствие и развивается в соответствии с возрастом, значит потребляемых с пищей веществ ему вполне достаточно. Примерное детское меню. К 3-4 годам ребенок готов к переходу на взрослый рацион. В этот период перед родителями стоит важная задача – сформировать правильные пищевые привычки у ребенка, которыми он будет руководствоваться и во взрослой жизни. Предлагаем ознакомиться со следующими принципами сбалансированного детского рациона. Завтрак. Он должен зарядить ребенка силами и энергией на весь день. Оптимальным решением станут полувязкие каши на молоке, дополненные хлебом с маслом и стаканом чая, какао или компота. Второй завтрак. Перекус. Чтобы избежать чрезмерного голода перед обедом, на второй завтрак можно дать ребенку какой-то фрукт. Обед. Основной прием пищи, состоящий из нескольких блюд. Прежде всего, на столе должно присутствовать первое блюдо – суп, а также мясо или рыба с гарниром. Дополнить обед следует салатом из свежих овощей и кусочком хлеба, а также стаканом компота из сухофруктов или чаем. Полдник. Идеальное время для употребления молочных белков. Ребенку можно предложить молоко с булочкой или печеньем, творог или натуральный йогурт со свежими фруктами. Также можно приготовить творожную запеканку или сырники. Ужин. Его главное правило – легкость и сытость. Можно предложить картофельное пюре, крупяные каши с рыбой. Также подойдут блюда из творога, если они не подавались на полдник. Дополнить ужин следует кусочкам хлеба и каким-либо напиткам. В некоторых случаях в детском меню может присутствовать еще и второй ужин. Он подразумевает употребление кисломолочных напитков или теплого молока практически перед тем, как Кроха отправится спать. Детское меню на один день. Завтрак. Овсяная каша на молоке – 250 грамм. Бутерброд с маслом и кусочком твердого сыра. Фруктовый чай – 200 миллилитров. Перекус – банан. Обед. Овощной суп – 200 грамм. Макароны отварные – 80 грамм. Куриное суфле – 80 грамм. Салат из свежей капусты – 70 грамм. Хлеб черный – 20 грамм. Компот из сухофруктов – 200 миллилитров. Полдник. Творожная запеканка с изюмом – 100 грамм. Какао – 200 миллилитров. Ужин. Картофельное пюре – 120 грамм. Запеченная рыба – 80 грамм. Фруктовый морс – 200 миллилитров. По желанию ребенка перед сном можно предложить ему стакан молока или кисломолочного напитка. Запрещенные продукты для детей. Существует масса продуктов, которые не должны присутствовать в детском рационе. Приведем основные из них. Острые блюда и приправы. К примеру, до 5-6 лет не стоит давать ребенку горчицу, уксус, перец, хрен, так как они провоцируют раздражение слизистой оболочки органов пищеварения. Кофе. В рационе детей может присутствовать лишь кофейный напиток на основе цикория. Фастфуд. В любом его проявлении. Грибы. Их следует исключить как минимум до 12 лет. Не принесут пользы детскому здоровью копчености, колбасные изделия, маринады и соленья, шоколад, сдоба и кондитерские изделия. Количество этих продуктов в рационе должно быть строго ограничено. Заменить любые сладости в детском меню легко. На помощь придут сладкие фрукты, сухофрукты, всевозможные орехи. Главное – в раннем возрасте привить ребенку понимание разницы между полезными и вредными десертами. Вегетарианство. Подходит ли оно детям? Некоторые родители, не употребляющие в пищу мясо, стараются привить своему ребенку такую же пищевую привычку. При этом вегетарианцы утверждают, что белок – основной источник незаменимых аминокислот – можно получить и при употреблении бобовых. Но это не так. Растительная пища не содержит незаменимых аминокислот, которые присутствуют исключительно в пище животного происхождения. В детском рационе должно присутствовать не менее 50% белка именно животного происхождения. При недостаточном его поступлении в организм ребенка могут возникнуть такие проблемы. Развитие железодефицитной анемии, замедление физического развития малыша, ослабление иммунитета, недостаточное усваивание кальция, что приводит к позднему рахиту, слабости костей и последующему искривлению ног под весом собственного тела. Нарушение сократительной способности сердца из-за слабости миокарда. Подобные изменения в период активного роста детского организма способны нанести непоправимый вред здоровью вашего ребенка. Поэтому важно составить рацион правильно, включив в него мясо. Что же касается вегетарианства, то пусть ребенок сначала подрастет, а уж потом сделает свой самостоятельный осознанный выбор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok